Я журналист, я приехал отдыхать на пляж, мне говорят, кушать тебе здесь нельзя, Евгений. На каком основании? На основании частной территории. На юго-западном побережье озера Болтым, что к северу от Верхней Пышмы, на тамошнем частном Огонь пляже, наш земляк, известный пранкер и по совместительству наш внештатный корреспондент Евгений Воробьев учинил разоблачение хозяев Огненного пляжа, которые запрещают отдыхающим на этом частном побережье есть свою еду. Ну, типа правила пляжа со своим нельзя. Те, кто налегают на свою пищу и сгоняют с помощью полиции. Все-таки нам удалось дождаться администратора, говорят, что уже были конфликтные ситуации по поводу еды, приезжала полиция. Что было? Их выгоняли, их забирали в бобик, выписывали административный штраф за... Нет, они просто отпускали, сказали, идите отсюда со своей едой и все. Люди тогда просто слушались и уходили. А началась эта скандальная конфликтная история с того, что Евгений Воробьев со своей любимкой прибыл на огонь пляж позагорать, покупаться, что по нынешнему жаркому лету, в общем-то обычная история. И вдруг увидел, как два бичбоя в оранжевых майках высказывают претензии парочке, которая на частном пляже, прикиньте, лузгала семечки. Заметьте, не обжиралась голубцами, а всего лишь ела семечки и шкурки бросала в стакан, а впрочем, долой отсебятину. Вчера мы здесь отдыхали, на этом месте пара молодая, кушали семечки, просто кушали, а в стаканчике у них были кожурка, да, полные кожурки были. Они подошли, говорят, кушать здесь нельзя, но они не кушают, просто были кожурки в стаканчике. И девушка подошла, ой, парни подошли вчера в оранжевых футболках, играть нельзя кушать. Семечки? Даже нельзя, Катя, кушать. Вот вопрос нас вот возмутило, и мы приехали. Вот непонятно, почему нельзя. Да, хотим узнать сейчас вот, на самом деле, почему нельзя. Мы с собой взяли что, помидорчики, огурчики, сок, колбаски. Вот придем, разложимся, устроим пикничок, будем отдыхать и посмотрим, кто к нам подойдет, что будет говорить, на каком основании. Вот, например, запрещать кушать. Вот. Понятно, что как журналист Евгений Воробьев перед тем, как закатить скандал, поизучал правовую базу и в Водном кодексе России отыскал шестую статью, где сказано, что каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Ну то есть понятие пикничок на пляже вполне себе подпадает под личные нужды. Однако хозяева частного, читай, выкупленного до воды огонь пляжа учинили свои огонь правила с едой. Со своей нельзя. Но на пляже имеются точки общепита, где можно купить похавать. За пределами пляжа, пожалуйста, ешь свою, сколько влезет. Да более того, свои пельмешки можно рубать даже в воде. Как быть? Увидимся по новостям. Вообще, по идее, кажется, это неправильно считается. Частный пляж, общий водоем природный. Кушать нельзя, пить нельзя, даже воду нельзя, получается, пить, да? Нет, воду можно. У нас есть можно с водой и с детским специализированным питанием. Частные организации могут так же. Вот сейчас, частная компания придумала такие правила. А закон федеральный? У нас есть... Что это, как? ...селенный человек, который выкупил эту территорию. Это понятно. На смехнике. И правила его? На его пляже? Да, конечно, противоречит общественному. А закон, а под закону? Я знаю, я знаю. Поэтому такие правила, они не могут быть такими. Прошу, мне кажется, что такое правило не было. Я просто говорю, что... Каждый год у них правила не меняются уже. На протяжении очень много лет. Это же природный водоем. Я серьезно говорю, они просто придумали сами свои правила. Ай, это не из-за того, что... Они не могут здесь делать такие правила, потому что это берег природного водоема, а не искусственного. Ну, ну, короче... До? До воды. А в воде можно кушать? Что бы желать. Вот в воде будем... Повести в воде кушать. В воде можно кушать. Вы спросите, чем закончился этот пищевой конфликт интересов? Да, по сути, ничем. Вопиющим. Работница Огонь пляжа Екатерина так ведь и не объяснила Евгению, на каком основании свое есть нельзя, кроме того, что таковы местные правила. Ну, Евгений зарубаться не стал. Снял на видео все, что хотел и свою еду спокойненько спрятал в сумку, чтоб не конфликтовать. Но тут уже вопросы к юристам и, может быть, даже компетентным органам, которые, может быть, такими пляжными правилами заинтересовались. Ваша позиция мне ясна, что вы работаете на этом пляже. Вы делаете свою работу, а мы как просто отдыхающие. Не важно, кто мы, корреспонденты. Мы просто люди, которые отдыхают и кушаем здесь свою еду. Все. И как вот это сборничает? На основании частной собственности. Тогда юристы дадут нам ответы. Юристы тогда? Да, дадут нам ответы. Можно так спросить юристов? Да, пошли плавать. Ну, все. Екатерина, спасибо. Да, мы выберем. Выберем? Так было задумано. Да, задумано все было заранее. Мы ждали вас, чтобы подойдет. Так было задумано. Потому что народ...